Ведомственным приоритетом на 2017 год Однако, послезавтра, 1 сентября, в день исторической памяти тувинских добровольцев У вас намечен показ драмы «Журавли» А есть такие правила, которые необходимо соблюдать в учреждениях культуры? Как и в других общественных местах, в учреждениях культуры Должны соблюдаться правила посещения театра Это значит не опаздывать при посещении театра Соблюдать дресс-код Не разговаривать во время мероприятий с телефоном Заходить в зрительный зал с напитками, с едой Сегодня ситуация какая? Сегодня у нас зритель очень сильно опаздывает Теперь у нас с начала 82-го театрального сезона Мы начинаем работать по новым правилам Это значит будем приучать зрителей, чтобы не опаздывали И не разговаривали по телефону во время спектакля Или другого мероприятия И соблюдать дресс-код Сейчас получается, что наши зрители это опаздывают Приходят в чем? Какой дресс-код должен быть? Дресс-код должен быть Прийти опрятными Приходить не в спортивных одеждах А в платье В костюмах У нас еще в театре продаются цветы Можно и цветами приходить в театр Ну и не шуметь И друг друга уважать Бывают такие случаи, когда в зале рядом, например, со зрителями Шумит ребенок Родители, скажем, его не спешат, успокоят Что в этом случае делать? Ну, а дети у нас посещают с 10 лет на вечерние сеансы Желательно маленьких детей с собой не брать на вечерние сеансы Ну, а для того, чтобы детей успокоить У нас работает в зрительской службе контролеры Они разговаривают с родителями И вот, когда надо, они попросят, чтобы детей они из зрительного зала удалили Ну, то есть, если ребенку меньше 10 лет, то вы рекомендуете не брать совсем на вечерние сеансы? Да, рекомендуем на вечерние сеансы не брать маленьких детей Помимо любителей Так, еще раз Смотреть спектакли любят многие В том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья Какая работа с ними ведется? Ну, вот зрительская служба ведет работу с многими общественными организациями Например, вот общественная организация Общество инвалидов Они вот при посещении театра Они заранее уведомляют нас о том, что сколько человек приходят И сколько с ними сопровождающих Но с Аленой Додоровной Седыб мы уже много лет работаем Она вот нас информирует И мы оставляем для сопровождающих места И контролеры у входа в театр их встречают Провожают до нужного места И вот до конца на них тоже особое внимание выделяется А если вот человек-колясочник Есть какой-то специальный для него у нас? Да, специально для инвалидов-колясочников Есть у нас отводится ряд специальный там сбоку И вот у нас всегда провожают контролеры их до нужного места И вот до нужных встречают и провожают до конца Вот внимание уделяется В последнее время, зачастую, когда приходишь в наш национальный театр Такое чувство, что люди туда пришли пообедать, поужинать Очень много людей возле столовой Как вы боретесь с этим, чтобы жители, любители театра Не заходили с напитками и с едой? Вот, да, вот у нас работают контролеры При входе в зрительный зал они вот смотрят Кто с собой еду берут и вот предупреждают И вот, ну в общем, работа идет По закону об авторских правах во всех театрах и кинотеатрах Запрещена видео и аудиозапись Как обстоят дела в вашем театре? У нас в театре тоже вот соблюдаются все правила Тоже, опять же, контролеры работают над этими у входа Если человек идет с аппаратом или там вот снимают Их предупреждают и спрашивают, есть ли у них разрешение Хотелось бы добавить, ну, зрительская служба театра Ну, хотим улучшить обслуживание зрителей Еще лучше, ну, как бы, чтобы культурно соблюдался культурный этикет Как только в театр заходит, это же, как бы, храм искусства Люди приходят как на праздник Поэтому там, чтобы там порядок, дисциплина И чтобы друг друга уважали Самое главное Майя Мгновна, спасибо, что пришли А я напомню, что сегодня у нас в гостях была Заместитель директора подзрительской службы Национального музыкально-драматического театра имени Кокола Майя Мгновна Редактор субтитров А.Семкин